Всем доброго дня! Это Гелиос Сар и всеобщая история нового времени, 9 класс, за авторством Юдовской, Баранова, Ванюшкиной, Медякова, издательство Просвещения. Параграф 19. Франция, Вторая империя и Третья республика. Каким были результаты революции 1848 года во Франции? Изначально была установлена новая республика, были провозглашены новые правила, были введены новые более свободные законы и так далее. Каким образом к власти пришел Наполеон Третий? Все просто, он пришел на волне невероятной любви к его предку Наполеону Первому. И изначально он пришел через обычные демократические выборы. Но вот после этих самых выборов он стал жестко закручивать гайки, фактически оказавшись полноценным диктатором и быстро убрал всю демократию. Вспомните, что было характерно для взглядов бланкистов, пруданистов и марксистов. Что ж, все эти три партии, они имели определенные взгляды на то, как должно фактически существовать все государство. Бланкисты считали, что необходимо установить революционную диктатуру, полностью убрать армию и полицию, заменив ее вооруженным народом, разрушить все старые государственные системы и заменить их народными. Пруданисты считали, что достаточно создать общество мелких собственников, взаимодействующих на основе помощи друг другу. Они были противниками государства. Общество они считали необходимым самоуправляющимся, как альтернативу политической власти. Марксисты считали, что необходимо совершить полноценную революцию пролетариата. Ну, то, как они, собственно говоря, ухитрились сделать в России, создав Советский Союз. Вторая империя во Франции в период с 1852 по 1870 годы. Подобно своему великому дяде, Наполеон III считал себя главой и воплощением французской нации, ответственным только перед ней. Для подтверждения такого видения своей власти он периодически устраивал плебисциты, всеобщие опросы населения, как бы советуясь с нацией по важным вопросам. На плебисците 21 января, извиняюсь, ноября 1852 года по поводу восстановления во Франции империи он получил подавляющее большинство голосов. Все это служило обоснованием для установления Наполеоном III режима личной власти. Только император назначал и снимал министров и других высших чиновников, был главнокомандующим армии. Права парламента резко сокращались, свобода прессы ограничивалась, большую роль играли армия и церковь, противников сажали в тюрьмы или изгоняли. Однако действовало всеобщее избирательное право, поскольку теперь парламент все равно мало что решал. Застой в политике Наполеон III пытался компенсировать успехами в экономике. Эпоха Второй империи стала временем быстрого экономического роста. Завершалась промышленная революция. Протяженность железных дорог выросла в шесть раз. Появились крупнейшие банки, вроде Леонский кредит, Генеральное общество, навек вошедшие в число лидеров мирового финансового рынка. Именно в это время Париж, благодаря трудам градостроителя барона Османа, приобрел свой сегодняшний великолепный облик. На месте узких извилистых улочек появились широкие проспекты и бульвары, открывавшие красивые виды и одновременно облегчавшие применение войск в случае каких-либо волнений. С 1860-х годов начались политические послабления. Была восстановлена свобода прессы и собраний, права парламента расширялись. Предложенную императором идею либеральной империи на плебисците в мае 1870 года граждане вновь поддержали. Другим способом укрепления авторитета императора были войны, которые вел Наполеон III, доказывая величие Франции, и представляя самого себя как наследника военных побед Наполеона I. Франция приняла самое активное участие в Крымской войне периода 1853-1856 годов и отстаивала свои колониальные интересы в Африке и Юго-Восточной Азии. Император мечтал об отмене решений Венского конгресса 1815 года, принятых после краха Наполеона I и перестройки всей Европы по принципу национальностей, чтобы каждая нация имела свое государство. Одновременно, однако, именно войны и осуществление принципа национальностей в Италии и Германии привели его империю к краху. Поддержав объединение на тот момент еще раздробленной Италией в войне 1859 года против Австрии, император присоединил к Франции Савойю и Ниццу, но одновременно он вызвал недовольство французских католиков, поскольку объединение Италии происходило в ущерб власти Папы Римского. Объединение Германии и вовсе привело Наполеона III к полной катастрофе. Франко-германская война периода 1870-71 годов. В 1866 году Наполеон III не стал чинить препятствий удалению Австрии из Германии и созданию в 1867 году Северо-Германского союза. Он надеялся, что это поможет ему получить территориальные приобретения за счет Бельгии и Люксембурга, на что ему намекал Бисмарк. Когда же эти надежды не оправдались, пришлось осознать всю серьезность ситуации. В опасной близости от Франции возникло мощное военизированное государство. Поэтому Наполеон III начал всеми силами препятствовать присоединению к Северо-Германскому союзу хотя бы оставшихся вне его четырех южно-германских государств. Но и сами эти государства не были в восторге от перспективы попасть под контроль Пруссии. Как иронически писала одна из южно-германских газет, Конституция Северо-Германского союза состояла из трех статей. Первая – плати. Вторая – служи. Третья – замолкни. Бисмарк некоторое время пытался завершить объединение мирными средствами, но в конце концов решил устранить мешавшую Францию военным путем. В надвигавшейся войне южно-германские государства были обязаны принять участие, так как их связывали с Пруссией военные союзы. Бисмарк рассчитывал на патриотический подъем, вызванный войной против общего врага, что это сплотит всех немцев, в том числе южан. В свою очередь Наполеон III тоже склонялся к войне, видя в будущей победе средства поправить свой пошатнувшийся престиж. Поддавшись на провокации Бисмарка, он 19 июля 1870 года объявил Северо-Германскому союзу войну. Сейчас небольшое отступление, я объясню в чем была суть. Дело все в том, что изначально Пруссия была слабым государством. Австрия считалась более сильным государством, чем Пруссия. Поэтому, когда Пруссия разгромила Австрию, это было воспринято как некоторое такое непонимание, как это могло произойти. Ведь Австрия сильнее Пруссии. Ну ладно, на это смотрели так, спустя рукава. Но Франция считалась едва ли не самым могущественным государством после России на континенте. А учитывая, что Россия проиграла Крымскую войну, то Франция считалась как бы самой сильной на суше державой континента. Северо-Германский союз воспринимался как очень слабое государство. Немцы вообще не воспринимались как что-либо серьезное в военной силе. Потому что их армия, например, во время тех же наполеоновских войн, постоянно только и делала, что проигрывала. В отличие от русской армии. Поэтому, собственно говоря, Наполеон III имел все основания думать, что он довольно-таки быстро победит это непонятное образование немцев, которое возникло совсем недавно и мешает ему проводить его политику. Да и все, абсолютно все в Европе были уверены, Франция победит. Но война закончилась быстрой победой немцев. В первую очередь из-за их преимущества в военном планировании и организации армии. Как писал современник, французы дрались как львы и бежали как зайцы. Решающим стало сокрушительное поражение под Седаном 2 сентября 1870 года, после которого Наполеон III был вынужден сдаться в плен и отречься от престола. Вторая империя во Франции пала. В истории страны начиналась новая эпоха. 4 сентября была провозглашена республика. Временное правительство возглавил Тьерр. В мае 1871 года ему пришлось подписать унизительнейший франкфуртский мир. Германия получила области Эльзас и Лотарингию, а также 5 миллиардов франков в контрибуции, до выплаты которой во Франции оставались немецкие войска. Однако до этого французам пришлось пережить еще одно серьезное потрясение. Чтобы вы понимали, все, как я уже упоминал, все были уверены, что Франция победит. Такой невероятно быстрый разгром Франции стал не просто шоком, он стал потрясением и сотрясением всех основ Европы. Никто поверить не мог, что какой-то там Северо-Германский союз может просто так взять и победить могущественнейшую Францию. Ведь Франция была развитой и очень богатой империей. Там было абсолютно все. А Северо-Германский союз вообще не пойми что, не пойми как. И вот он не просто победил. Франция была разгромлена, стерта в порошок, уничтожена. Там до Парижа оставалось всего ничего. Немецкая артиллерия, этот самый Париж, обстреливала. Это было немыслимо. Никто не мог поверить в то, что такое вообще возможно. То есть Германия начала свою полную объединенную историю с блистательной победы над Францией. Парижская коммуна 1871 года. В ходе войны немцы окружили Париж, лишив его подвоза дров и продовольствия. Жестокий голод заставил людей есть кошек, крыс, животных из зоопарка. Социальная обстановка обострилась. А сдача города немцам и их парад на Елисейских полях воспринимались как величайшая катастрофа, как измена всему французскому, что только может быть. К тому же Тьер отменил отсрочку по долгам и квартплате, введенную в условиях немецкой осады. Так как большинство предприятий не работало, платить парижанам было просто нечем. Для многих последним средством к существованию оставалась зарплата национального гвардейца. Обычно в национальную гвардию, городское ополчение, входили зажиточные горожане. Но из-за войны такие отряды создавались и в рабочих кварталах. В марте 1871 года правительство отказалось выплачивать им жалования и попыталось разоружить. В ответ на это 18 марта вспыхнуло восстание. Власть перешла к коммунне, совету города Парижа. Но это был не просто орган городского самоуправления. Благодаря мощным революционным традициям и распространению социалистических идей, многие парижане видели в коммунне средство установления справедливого социального строя. В коммунне участвовали различные социальные свои и политические силы, а ее задачи они видели по-разному. Например, бланкисты считали коммуну способом установить диктатуру Парижа над страной и обеспечить переход к новому обществу. В то же время прудонисты считали, что коммунна является прообразом тех ассоциаций, из которых должно состоять общество будущего. Маркс увидел в коммунарах штурмующих неба первый опыт установления диктатуры пролетариата, а преобладавшие в коммуне нео-якобинцы просто пытались слепо копировать опыт революции 1789 года. Соответственно, и мероприятия коммуны были довольно противоречивы. Одни ее меры были направлены на немедленное облегчение положения низов, вроде выплаты жалования гвардейцам, отстрочка по квартплате. Другие носили демократический характер, опережая свое время, вроде отделения церкви от государства, равноправия женщин. Третьи отражали социалистические идеи, передачи части предприятий в коллективное пользование. Всех коммунаров объединяло желание бороться против немцев и бежавшего в Версаль правительства Тьера. Но крестьянскому большинству страны были чужды социальные требования парижских рабочих. И к тому же это крестьянство хотело мира. Париж остался в одиночестве. 21 мая началась кровавая неделя. Подавление коммуны правительственными войсками. Обороняясь, коммунары совершили немало жестокостей. Расстреливали заложников, в том числе архиепископа Парижского, которого Тьер отказался обменять на сидевшего в тюрьме Бланки. Но еще более жестокой оказалась другая сторона. Было убито около 30 тысяч человек, часто без всякого суда, иногда просто из-за обладания сапогами национального гвардейца. 28 мая коммуна пала. Борьба за республику. Страх перед коммунной укрепил в обществе консервативные настроения. Одна часть населения хотела сохранить республику, другая мечтала восстановить монархию. Вплоть до середины 80-х годов 19 века соотношение республиканцев и монархистов было приблизительно равным, с небольшим перевесом первых над вторыми. Позиции монархистов ослабляло отсутствие единства в их рядах. Сторонники бурбонов, легитимисты, бонапартисты и орлеонисты не могли сойтись на едином кандидате. С трудом найденный на эту роль граф Шамбор, внук Карла X, повел себя негибко, отказавшись признать красно-бело-синий триколор в качестве государственного флага страны. Тем самым он фактически отрицал все те изменения, которые принесли революции предшествующих десятилетий. Подобная бескомпромиссность не устроила даже часть монархистов. В 1875 году была принята конституция, причем единственная статья, где упоминалось слово «республика», прошла с большинством лишь в один голос. Конституция представляла собой компромисс между республиканцами и консерваторами. Республиканцы отстояли всеобщее избирательное право для мужчин, прямые выборы в Нижнюю палату парламента, палату депутатов и ответственность правительства перед парламентом. Но консерваторы добились больших полномочий для президента и Верхней палаты, Сената, которая избиралась косвенным путем, а некоторые являлись сенаторами пожизненно. Так юридически во Франции оформилась Третья республика, просуществовавшая до 1940 года. Социально-экономическое развитие. Стабилизация политической обстановки способствовали экономическому росту, правда довольно умеренному. По-прежнему мешали низкая продуктивность мелкого сельского хозяйства и слабый перерост населения. Страна была ослаблена выплатой контрибуции и потери залежей руды в Эльзасе и Лотарингии. Тем не менее, по уровню промышленного развития, Франция занимала четвертое место в мире, уступая лишь Германии, Англии и Соединенным Штатам. Здесь успешно развивались самые современные отрасли, особенно автомобилестроения на заводах Peugeot и Renault. Накануне Первой мировой войны, Франция являлась вторым после США производителем автомобилей в мире и экспортировала их больше, чем любая другая страна. Вместе с тем, Франция, как и Англия, отставали от США и Германии по количеству крупных корпораций монополистических объединений. Как и в Англии, местные банки предпочитали вкладывать деньги за рубежом. По экспорту капитала Франция занимала второе место в мире после Англии. Но в отличие от англичан, чаще это были не инвестиции в производство, а займы. Франция стала ведущим мировым кредитором. Ее должниками были едва ли не все страны Европы и Америки. Главным из этих должников была Россия. В начале 20 века на Россию приходилось около четверти всей суммы вывоза французского капитала. Обычных французских вкладчиков в Россию привлекал более высокий доход от вложений, от 4 до 5 процентов по сравнению с 3 процентами в самой Франции. Кроме того, Россия оказалась им воплощением порядка и устойчивости. Они надеялись, что их капиталы будут в безопасности, а доход стабильным. В то же время французские политики видели в займах одно из средств сближения с Россией против германской угрозы. К 1914 году государственный долг России перед Францией составлял астрономические 10 миллиардов франков. Предоставлялись не только займы, но и прямые инвестиции, особенно в промышленность Юга России. Там сколачивались целые состояния. По словам современного французского историка, Россия была для французской промышленности страной полной авантюр и блестящих успехов. Русский юг, особенно Донбасс, стал своего рода Эльдорадо, золотым западом Франции. В то же время Франция оставалась в первую очередь аграрной страной. Поэтому ее серьезно задел начавшийся в 1870-е годы общеевропейский аграрный кризис, вызванный притоком дешевого заокеанского зерна. С начала 1890-х годов французских крестьян защитили высокими ввозными пошлинами на иностранную сельскохозяйственную продукцию. Ситуация стала выправляться. Улучшившееся положение крестьянства имело принципиальное значение для социальной стабильности внутри страны, поскольку больше половины населения по-прежнему проживало в сельской местности. Вплоть до Первой мировой войны Франция являлась страной собственников, мелких хозяев. Если в Англии к этому времени около 90% населения работало по найму, то во Франции только порядка 46%. Эти особенности социальной структуры и влияли и на политическое развитие. Политическое развитие. Отличительной чертой Франции была многопартийность. При этом партии не являлись четко структурированными организациями, а представляли собой скорее парламентские группы политиков. Поскольку правительство несло ответственность перед парламентом, это вело к политической нестабильности. С 1870 по 1914 годы во Франции сменилось несколько десятков правительств. Ведущую роль среди этих политических групп играли республиканцы, которые делились на умеренных и радикальных. Лидером радикалов являлся известный политик Жорж Клемансо. В 1880-е годы республиканцы ввели свободу печати, светское образование, разрешили профсоюзы. Сперва им противостояли монархисты и националисты, использовавшие любой повод для критики республики. Их националистические и антисемитские, от немецкого вражда к евреям взгляды, особенно отчетливо проявлялись в моменты кризисов. Добившись успеха на выборах 1885 года, монархисты поддержали военного министра Боланже, прозванного генерал Реванш, из-за постоянных призывов взять реванш у Германии за поражение в войне 1870-1871 годов и потерю Эльзаса и Лотаринги. Над Европой вновь нависла угроза войны. Московские и славянофильские круги поощряли Боланже, даже прислали ему в подарок казачью шашку. Но официальный Петербург призывал к сдержанности. Боланжецкий кризис в 1889 году завершился мирно, не без помощи русской дипломатии. Следующим кризисом стала Панамская афера 1893 года, когда вскрылись махинации при строительстве Панамского канала, разорившие многих вкладчиков, причем правые во всем обвинили, республиканцев. Но самым тяжелым кризисом оказалось дело Дрейфуса 1894 года, когда в шпионаже в пользу Германии обвинили офицера генерального штаба, еврея по происхождению. Противники республики использовали дело Дрейфуса для пропаганды антисемизма и национализма. Вся Франция оказалась расколотой на два враждебных лагеря. Только в 1906 году Дрейфус был оправдан. Дело Дрейфуса, я от себя добавлю, стало невообразимым скандалом во Франции. Это дело, оно до сих пор является одним из тех моментов, когда Франция ощущает страшнейший позор. Дело в том, что изначально обвинили офицера генштаба, который был евреем по происхождению. Когда через некоторое время выяснилось, что реальным шпионом был французский дворянин и аристократ, работавший тоже в генеральном штабе, это стало невообразимым скандалом и с невероятным позором для монархистов и националистов. А республиканцы тогда, наоборот, сумели подняться, оправдав дело Дрейфуса. Но все равно до сих пор дело Дрейфуса является одним из тех моментов, которые Франция очень стыдится и предпочитает не вспоминать. Хотя есть фильм, который посвящен этому делу. Французский, кстати. В начале 20 века наиболее серьезной политической силой Франции стали радикальные республиканцы. Одной из главных целей они считали борьбу с политическим влиянием церкви. Важнейшим шагом в этом направлении явилось отделение церкви от государства, осуществленное в 1905 году. Священники перестали получать от государства зарплату, часть имущества церкви конфисковывалась. Это вызвало протесты очень многих католиков. Рабочий вопрос. После разгрома коммуны были введены жесткие меры, сдерживавшие развитие рабочего движения. Власти Франции показывали гораздо меньше готовности к компромиссам в рабочем вопросе, чем правящие круги Англии. Стачки и выступления рабочих безжалостно подавлялись. Меры по улучшению положения рабочих принимались с запозданием и не носили такого широкого и систематического характера, как в Англии. В 1892 году продолжительность рабочего дня для женщин ограничили 11 часами, а в 1898 году ввели компенсацию за травмы на производстве. Этих умеренных уступок оказалось явно недостаточно, чтобы остановить протесты рабочих. Для рабочего движения Франции была характерна разобщенность. Интересы рабочих отражали социалисты и анархисты. Одна часть социалистов отстаивала революционный марксизм, другая склонялась к реформизму. В 1899 году один из лидеров реформистов, Мильеран, стал первым в Европе социалистом, вошедшим в правительство. Только в 1905 году различным течением социалистов удалось создать Объединенную социалистическую партию, видной фигурой в которой являлся Жарес. На выборах 1914 года социалисты набрали в общей сложности уже 16% голосов. Носителем идеи анархиста были профсоюзы. Во Франции профсоюзы активно проявляли себя в политике. В 1895 году возникла Всеобщая конфедерация труда, ВКТ. Ее лидеры ставили целью приведения всеобщей стачки, с помощью которой они хотели изменить существующий общественный строй. Предполагалось, что строить общество будущего должны профсоюзы, а не государства. Эта смесь анархизма, отрицания государственности, и веры в профсоюзы, синдикаты, получила название анархосиндикализма. В 1890-е годы среди части анархистов стала популярна пропаганда действиям, то есть террор. Они взрывали бомбы в общественных местах, а один из них в 1894 году даже убил президента Франции Карно. К 1914 году положение рабочих существенно улучшилось. Их реальные заработки по сравнению с 70-ми годами 19 века выросли приблизительно в полтора раза. На большинстве заводов продолжительность рабочего дня сократилась до 10 часов, а у шахтеров до 8 часов. В 1908 году был принят закон о пенсиях. Свидетельством возросшего благополучия рабочих явилось то, что сглаживались различия в росте и весе между ними и буржуазии, сохранявшиеся на протяжении большей части 19 века. В последние десятилетия перед Первой мировой войной Франция переживала подъем в общественной жизни и культуре, вошедшей в историю под названием «прекрасной эпохи», которая была прервана войной. Итог. Во Франции особенно остро стояла проблема демократизации политической власти. Однако, несмотря на глубокие противоречия между правыми и левыми, был найден путь парламентского, ненасильственного решения спорных вопросов. Постепенное, но успешное развитие экономики внесло важный вклад в обеспечение внутренней стабильности в стране. Вопросы. Какие особенности политического и экономического развития были характерны для Франции периода Второй империи? С одной стороны, в период Второй империи была сильная и практически абсолютная центральная власть императора, но при этом все равно присутствовал парламент, который какие-то решения все-таки принимал, и самое главное, император Наполеон Третий довольно-таки часто проводил плебисциты, опросы мнения целой нации, которые и позволяли проводить порой достаточно непопулярные решения. Назовите причины франко-германской войны. Франция изначально, она как бы способствовала объединению Германии, считая, что таким образом получит увеличение своей территории. Когда Бисмарк не стал увеличивать территорию Франции, передавать какие-то территории, французский император Наполеон Третий неожиданно обнаружил, что у него на границах появилось огромное и очень могущественное государство, и попытался как бы, так сказать, препятствовать развитию этого Северо-Германского союза. В итоге это привело к войне. Войне, которую Франция проиграла с таким треском и таким разгромом, что никто поначалу даже поверить не мог, что сильнейшая держава на континенте после России, Франция, может потерпеть такое унизительное и разгромное поражение. Каковы причины возникновения парижской коммуны? Во-первых, это очень развитые в самом Париже идеи социализма. Второе, наличие в самом Париже огромного количества рабочих. Париж был городом-миллионником, там было сосредоточено огромное количество промышленности. Третье, это крайне, крайне непродуманная политика нового правительства, правительство Тьера, которое вместо того, чтобы хоть как-то утихомерить ситуацию, не придумывало ничего лучше, кроме как начать урезать выплаты и увеличивать налоги. Естественно, что это вызвало взрыв негодования. А учитывая, что Париж во время войны был окружен немецкими войсками и расстреливался из артиллерии, было вооружено в Национальную гвардию огромное количество населения. Естественно, что это население восстало. Какие проблемы внутренней политики необходимо было решить после ее свержения? Нужно было каким-то образом примирить между собой самые разные свои населения. И самое главное, попытаться хоть как-то решить этот самый вопрос, рабочий вопрос. В принципе, более или менее политикам Франции удалось это сделать. Чем характеризовалось социально-экономическое развитие Франции на рубеже веков? Франция развивалась очень активно. Причем очень активно развивались самые передовые сферы промышленности. Например, авиастроение и автомобилестроение. То есть самое передовое, что только могло быть. Естественно, что при этом Франция весьма активно развивалась. Но при всем при этом Франция оставалась страной мелких собственников. Мелких собственников земли, обычных крестьян. Из-за этого прирост населения был не очень большой, а сельское хозяйство было не очень-то эффективным. Какие особенности характеризовали политическую жизнь страны во время Третьей Республики? Это бесконечные разборки между республиканцами, монархистами и националистами. Которые постоянно пытались уколоть друг друга, с трудом договаривались между собой. И в основном правили республиканцы. Но при всем при этом монархистов было едва ли не такое же количество, как республиканцев. Просто монархисты не могли полноценно договориться между собой. И выбрать полноценную единую кандидатуру, кого бы поставить, так сказать, во главе страны. И это все разобщало монархистов. Но все равно большинства у республиканцев не было. И вот в этой борьбе, собственно говоря, политика Франции и проявлялась в течение всей второй половины 19 века. В чем заключалась специфика рабочего вопроса во Франции? Специфика была в том, что у рабочих было невероятно развитое революционное движение. Профсоюзы довольно-таки долгое время были запрещены. Что, конечно же, вызывало очень острое недовольство этих самых рабочих. Но постепенно все-таки они смогли справиться. Были разрешены профсоюзы. И самое главное, было увеличено финансовое благополучие этих самых рабочих. Что, собственно говоря, и позволило снизить нокаут противостояния. Как вы понимаете высказывание Наполеона III? Мое положение не таково, как у императора Австрии. Допустил он 20 промахов на дню, он все же вечером спокойно ложится спать. И на следующий день он остается тем же, кем был вчера. Чем различалось положение двух императоров? Все-таки император Австрии был абсолютным императором. Он мог делать все, что угодно. И никто ничего не мог ему сказать. Император Франции, Наполеон III, не мог себе такого позволить. Какие-то определенные непродуманные шаги могли вызвать острое недовольство населения. И тогда у французского императора начинались серьезные проблемы. Какие последствия для внутренней и внешней политики Наполеона III это имело? Ну, Наполеон III сам в немалой степени был виноват, ведя очень непродуманную политику. Но, при всем при этом, даже после проигрыша в Австро-Прусской войне, австрийский император остался на своем посту. А вот французский император после полного разгрома в Франко-Прусской войне был вынужден покинуть свой пост, и образовалась Третья Республика. Используя дополнительные источники информации, выясните, какой след на карте Парижа оставила политика Наполеона I и его племянника в отношении России. Каким целем служили русские наименования, улиц и площадей? Ну, опишите каждый случай отдельно. В принципе, в Париже довольно-таки много самых разнообразных названий. Во-первых, знаменитые парижские кафе-бистро, они появились во время как раз-таки первого взятия Парижа русскими казаками, которые вламывались в различные мелкие трактиры и говорили «быстро, быстро, дайте нам быстро еды». Отсюда и появились эти знаменитые кафешки-бистро. Потом есть и много других названий. Например, Севастопольский бульвар, который назван так в честь бульвара Севастополь. Мост Альма в честь безвестной речки в Крыму, где была одержана победа войсками союзников над русской армией. Есть, например, улица Петербурга, Петербургская улица. При этом это забавно, что она переименовывалась несколько раз. Изначально это была Петербургская улица, потом Петроградская, потом Ленинградская. Теперь это опять Санкт-Петербургская улица. То есть очень своеобразно. То есть таких мест на самом деле на карте Парижа довольно-таки много. Есть, например, улица Петра Первого, который первым из русских императоров посетил французскую столицу. Три. Сравните политические системы Англии и Франции на рубеже веков. В чем было сходство, а в чем различие? Сходство, разумеется, в том, что присутствовала общая демократизация, расширение прав и свобод. Присутствовал парламент. Различия были. Это то, что Англия была монархией с очень сильным ограничением власти монарха этим самым парламентом. А вот во Франции, наоборот, власть президента была очень сильной. И президент имел очень много полномочий, в отличие от короля в Англии. Значительный вклад во французскую прекрасную эпоху внесла русская культура. Подготовьте презентацию о русских сезонах во Франции в начале 20 века. Ну, можете просто посмотреть знаменитые русские сезоны. И, в принципе, уже исходя из этого, вам какую-то информацию, та же Википедия наверняка даст. Ну, а это если учитель будет вообще задавать это задание.